Всем привет! Сегодня речь пойдет о том, без чего мы не можем прожить и дня. Электричество неотъемлемая часть современной человеческой жизни. Ведь каждое утро мы включаем чайник, достаем завтрак из холодильника и разогреваем его в микроволновке, заряжаем аккумуляторы своих гаджетов и просто смотрим телевизор. Сегодня мы расскажем интересные факты об электричестве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете ли вы, что первой электрической цепью стал строй солдат? Именно на солдатах при Рыдовике-15 проводились опыты с электричеством и магнетизмом, при которых на площади ставили не менее 180 взявшихся за руки солдат, и через них пропускали разряд от Лединской банки. При этом весь двор с огромным любопытством наблюдал за массовым содроганием от прохождения тока через такую импровизированную электрическую цепь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно, что изучение статического электричества и магнетизма началось с помощью простейшего прибора. Это был металлический диск со стеклянной ручкой, сургучная подушка, кошка и палец. Именно с этим набором инструментов работал Александр Вольт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно с уверенностью сказать, что многие единицы физических величин в электротехнике носят имена ученых, изучавших электричество и магнетизм. Но лишь один из них, имеющий в своей фамилии всего две буквы, был достоин дважды такой чести. Это немец Георг Ом. Нам всем знакома единица измерения сопротивления Ом. Но, наверное, мало кто помнит, что физическую величину, обратную сопротивлению, то есть электропроводность, измеряют в величинах, называющихся МО. При всем этом, в 1827 году Георг Ом не сдал экзамен и не был допущен к преподаванию основ физики и магнетизма в школе из-за очень низкого уровня знаний и полного отсутствия педагогических способностей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можете себе представить, что в некоторых районах Африки и Южной Америки до сих пор нет электричества в домах. Жилища освещают с помощью светлячков. Их помещают в закрытые стеклянные банки. При этом банки, наполненные светлячками, дают довольно яркий и бесплатный свет. Как бы парадоксально это ни звучало, но в далекие 1880-е была даже война токов между Николой Тесла, который открыл переменный ток, и Томасом Эдисоном, который придумал постоянный ток. В результате этой войны победил переменный ток за простоту получения, меньшую опасность и больший КПД. Томас Эдисон яростно отстаивал постоянный ток, в то время как еще один гений, Никола Тесла, был запеременный. О том, кто взял верх в войне токов, знают все. Переменный ток сейчас используется в каждом доме. Спорт двух великих умов не позволил им получить Нобелевскую премию. Эдисон и Тесла так не переваривали друг друга, что не захотели получать эту награду совместно. Еще задолго до изобретения устройств для поиска металла, место разряда молнии в землю указывало кладоискателям, что именно здесь зарыты сокровища. Понятно, что молнии бьют в курганы, содержащие большое количество металла. И последний факт. Не ошибусь, если скажу, что все мы с трудом представляем возможность движения со скоростью света. Но при этом мы все неоднократно наблюдали движение частиц со скоростью не на много меньшей скорости света. Это происходит всякий раз, когда мы наблюдаем зачем, естественно, за молнией. Всем спасибо за внимание, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Пока!